Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюаш Ворд и с вами я, Юрий Гемельфар. Как известно, главным событием уходящей недели стало объявление оппозиционного политика Алексея Навального о своем намерении баллотироваться в президенты России. Все, соответственно, обсуждают это событие, но мы решили получить комментарий от человека, который уже предсказал события, как, впрочем, многие другие. И не ошибся. Итак, друзья, с нами на связи ученый-историк, политолог, режиссер, член Независимого Совета по правам человека Евгений Николаевич Панасенков. Здравствуйте, Евгений! Привет! Сегодня как-то вы очень таким некрологом долго и так отчетливо. Проще надо. Ну почему некрологом? Я перечисляю все ваши регалии. После отчества можно было бы сказать, что, не перечислить, да, там, Громыка, Пуга, Суслов и так далее. Ну, про Пуга это вы зря сказали. Типа, забил заряд, я в тушку Пуга, это уже... Да, и все равно проиграли Бородина. Ну и что же? Ну да. Так вот, Евгений, как я уже сказал... Кто заботит, что беспокоит вас? Евгений, я понимаю, что всех нас беспокоит Гондурас. На что жалуетесь? Да. На что я жалуюсь? Я понимаю, что всех нас беспокоит Гондурас, но есть и события мельче. Гондурас меня давно не беспокоит, хотя я давно в нем живу. Ага. Так вот, о решении Навального баллотироваться на пост президента. Я вам напомню, что не далее, как неделю назад, вы все предсказали. Причем, самое интересное... Надо хамить, я предсказал две недели назад. Простите за хамство. Я три недели назад это предсказал, хотя, в общем, как раз вот это может предсказать любой школьник. Причем, я приношу свои извинения и добавлю, что вы предсказали и снятие с него обвинений, и его выдвижения, и все такое прочее. Но, и больше того, я вам скажу, вы даже сделали раскладку арифметическую по голосам. Но, у меня вопрос сейчас уже серьезный к вам, как к политологу. Как вы оцениваете это решение? Притология вообще выдуманная, вымышленная, поверхностная псевдонаука. Вот есть история, да, наука о прошлом и будущем. И есть такая журналистика, которая должна узнать у историка что-нибудь дельное. А политология, это я не понимаю про что. Это как бы журналистика, но про политику это бессмысленно. Потому что просто сообщили новостей. Кому интересно узнать, что гражданку сбила машина, лучше под нее не попадать. Да, под эту машину. Ну ладно, ну хорошо. Но вот вы видели его программный ролик. Вот что Ваню можете сказать? Видел, Юра, я видел. Сейчас я вам расскажу. Подождите, потом расскажут, что вас волнует в жизни. Я видел ролик Навального. Ну я посмотрел это, ну правда частично, потому что я быстро оказался под столом. Вот этот ролик в необжитой комнате, на каком-то небоскребе, типа Москва-Сити, они там сняли, видимо, думали, что вот это для будущего, для современности нужны небоскребы, которые в США сто лет стоят, никому не нужны. И вот он в абсолютно мертвой комнате, совершенно мертвой, поставил у себя за плечом фотографии вроде бы каких-то девочки и девушки и детей, видимо, жены и детей. Вот просто как пародия, пародия что-то вроде на то ли иностранную политику, то ли пародия про эти комические фильмы середины 2000-х про выборы в России. Надел галстук, и вот этот галстук, не обжитая мертвой комнатой фотографии, видимо, близких Навального, конечно, заставил меня сползти под стол. И как только я себя оттуда достал, Аки Мюнхаузен за волосы без точки опоры, я себя достал из-под стола, и в этот момент мне прилетело новое видео о том, как... Ну, кто-то прислал, если я им присылаю, чтобы я был в курсе вашей бредни, значит, дикари, эти обезьяны входят в Пальмир или куда, в Алеппо, я не помню, куда. Значит, террористы, напомню, что они запрещены, там у нас и все такое прочее. У нас есть запрещенные террористы и незапрещенные. А вот эти незапрещенные, они разбирают оружие и боеприпасы, в чем серьезные боеприпасы, я вам доложу, как военный историк, на российской базе в Сирии. И вот абсолютно комические, примерно как Навальный в снятой для ролика комнатке, комические, ну, правда, без галсток, иначе вообще можно было умереть со смеху, комические, буфонные, смотрим словами, буфонные вот эти в тюрбанах с автоматами, калашниками или какими-то там... Несколько террорюк, рискают по огромной оставленной нашей базе, где лежат мощнейшие боеприпасы, вообще, это немыслимые, прежде всего, деньги. Потому что насколько это опасно, второй вопрос. Потому что оказалось, что не опасно, если не умеете ими пользоваться, то оказалось, что совершенно не опасно. Там еще какая-то будка с разукрашенной, разукрашенной в сирийские наши цвета, это там гербовые. И вот это второе, потому что комически не ужасно. Если вот эти клоуны смогли выбить профессиональную армию, неважно, кто там профессиональные, так сказать, кадровые войска, или это частная, так называемая армия, там, Вагнер, это не имеет никакого значения. Все равно профессионалы, и те, и те служили, и те, и те должны знать, по крайней мере, что такое, если не стратегия, то тактика, да, то, на чем зиждется ежедневная, так сказать, жизнь любого армейца. Вот я хохотал, это второе. Возвращаясь к вашему в галстуке Навальному, значит, Алексей, он был интересен, важен и дееспособен, как тот, который человек, парень, 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 в джинсах, который кричал, там, что-то не забудем, не запомним, что-то в этом духе. Не забудем, не простим. Ну, неважно. И, ну, как ни простимите, сейчас уже говорит, что можно предоставить все, что угодно. Так вот, когда он сейчас пытается играть из себя провинциального политика из, ну, скажем так, Ирландии, да, это работает против его имиджа. Хотя наша дивная страна, она как бы считается традиционных ценностей, то есть завидует, ненавидит геев, да, и поэтому, но это не означает, что вот эти фотографии жены и детей произведут неизгладимые впечатления на наших бюргеров и на средний класс. Почему? Потому что бюргеров и среднего класса у нас, пропуская матерное слово на вукубе, нету. Вот просто нету, да. Поэтому это бессмысленно. И в этом случае он делает большую ошибку, потому что говорить в галстуке и говорить спокойные, осмысленные фразы он не научился, к сожалению, за эти годы. Он вообще стилистически, к сожалению, не развивается. И даже проиграет в этом плане Путину, потому что Путина научили профессиональные люди за эти вот там 16-17 лет просто вот говорить. Научили. А Навального не научили. Он в этом плане молодой и, к сожалению, сам себя не развивает. И вот это очень печально. Поэтому это стилистическая большая ошибка. Не надо работать, его надо очень многому учить. Так что... А что вы мне хотели вообще спросить? Так вот, как раз вы уже частично затронули этот вопрос, очень важный. Вот очень многих возмущает заявление Алексея о том, что в случае избрания он предоставит Путину в гарантии неприкосновенности. Но я не понимаю. А как это вообще? Юридически и процессуально как-то? Вообще, я поражаюсь наивности и истеричности, истероидности нашей псевдолиберальной тусовки, в том числе в Фейсбуке и везде. На дожде и там под дождем и там, где Женкелли поет и танцует. Я поражаюсь наивности, и, конечно, я думаю, что Путин, в отличие от этих наивных псевдолибералов, не такой дурачок, чтобы верить Навальному, его словам. Естественно, Путин никогда не поверит, что Навальный реально искренне хочет ему обеспечить в случае победы вот эту неприкосновенность. И более того, если даже Навальный очень этого хотел в связи со всей деятельностью нашего дорогого, нашего дорогого, уже обеспечить будет сложно. Именно потому, что сложно, Путин это прекрасно понимает, он и делает все, чтобы власть не выпустить из рук. Все это значит совсем все, и в отличие от, опять-таки, наивных олахов-либералов, которые ничего не сделали, чтобы сохранить власть, он делает все и не стесняется в методах, и это мы видим. Что касается вообще всех этих выборов, поймите одно, нынешняя власть чекистская, она имеет реально все рычаги управления, все возможности. И огромный ресурс. Это прежде всего не нефть, это прежде всего бесконечно терпеливое население с большой частью, у которой огромное количество комплексов, на которых они играют вот эти комплексы. Значит, что-то отнять, гопнические у других, и плюнуть в рожу западного. И из-за этого они могут, это население терпит нищету и все прочее. Поэтому вот Навальный, когда снимает эту холодную комнату на высоком этаже и надевает галстук, ставит какие-то непонятные фотографии, это подход человека, который обращается как бы к разуму среднего класса избирателей западных. Смотрите, вот у вас, ваша зарплата на 2 доллара стала меньше. А ну и что? А ну и плевать нашим, значит, основному населению Сибири, Урала и вокруг, что стало меньше. Зато мы плюнули в рожу тем. А пока есть у нас салат оливье, ну пока есть, есть. А не будет, ну ничего, будем жрать там резину, жрали же там 50-е, 60-е, 70-е годы. И так далее. То есть, поймите, главный ресурс это дикость. И обращаться, ну, поэтому процент, которому, может быть, понятен этот месседж, каким я хипстерским сказал, как на дожде месседж Навального, будет очень маленький процент населения. Почему выпустили Навального на аренду? Выпустили в смысле временно, сняли обвинения, когда нужно, снова эти обвинения внесут. Если они почувствуют перед выборами, что у Навального будет серьезный процент. Серьезный не для победы, а серьезный для того, чтобы его воровать процентов на 15. Ну да, как вы и говорили в прошлый раз. Вся проблема Кремля, это сколько придется убирать процентов, добавлять коммунякам, добавлять Миронову, или какому клоуну поставят еще между Путиным и Навальным. И вот если будет большой процент, тогда они снова на Навального заведут дело. Если будет маленький процент, значит тогда все, ну, пусть как бы будет спойлером Путина, пусть поиграется в это, и пусть Путин блестяще победит главного оппозиционера. Я думаю, что в этом плане опаснее гораздо не Навальный, который вполне могут в последний момент и не допустить, или дать ему, так сказать, небольшой процент, гораздо опаснее. Ну ведь маргинал, вот типа этого Мальцева, да, это Чемальцев, я понял, это помесь Ноздрева с Маниловым. Ого, Господи. С Маниловым, это Мальцев. Почему опаснее? Потому что вот его, Кремлю, использовать гораздо удобнее, процент он получит гораздо меньше, чем Навальный, зато оттянет на себя идиотов наивных, которые будут весь свой протест аккумулировать, аккумулировать в надежду, в надежду, там, Зою, верующую кого-то там, в надежду на выборы, или на то, что Мальцев с Первого канала еще раз, значит, хамское что-то скажет про Путина, и вот у них от этого ни зарплата, ни деньги, ни танки с Донбасса не уйдут, но зато вот он нахамил и счастье, понимаете, то же самое, как нахамить Западу, вот у одних счастье нахамить Западу, у других счастье нахамить Путина. И ничего в жизни от этого не меняется, но вот великое счастье. Опером модели «Великая дружба», знаете. Простите, пожалуйста, вот сравнительно недавно Игорь Ковенко, он сказал, что если не допустят Навального до выборов, это будет означать, что Путин испугался. Так что ли? Слушайте, а Путинам плевать, что это будет означать. А, вообще... Путинам плевать, поскольку, видите, нет никакого... Юра, вы не заметили, что нет никакого протеста в стране, вообще никакого? Да, вы правы. Его просто нету. Вот как такового протеста. То есть многие спрашивают про научность гомеопатии, простите за выражение. Но гомеопатия, это и есть, там, ваш парнас сейчас и все прочее, дальнобойщики, это и смешная гомеопатия, которых, там, кого разогнали, кого испугали, кого заморозили, кого купили и так далее. Нету никакого протеста. Слушайте, я повторяю, что не прожиточный, а про... Сейчас придумаю слово, подожди. Про жрат... 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 О, я понимаю, гениально родилось. Про жратливый минимум в России есть. Слушайте, все, я сейчас пойду на фейсбуке это писать. Это талантливо. Непрожиточный, потому что жить никто никогда не хотел и не умел тут. Понимаете? Они прекрасно помирали за немецкого шизика Александра Первого. Они прекрасно, значит, их отстреливал Николай Второй вместе с кошками и затем Сталин. Затем Сталин посылал шизичку сжигать их дома и так далее. И все прекрасно терпели. Более того, ставили памятники, героизировали, назывались святыми и прочее. Поэтому минимум нужен не про житочный, а про жратливый. Но тогда... Евгений, у меня тогда вопросы... Кстати говоря, мне его в личке очень многие задают и просят задать его вам. Вот 2017 год. Это, как часто модно говорить, год сакральный. Год надежды на изменения. Надежды... Я не знаю на что. И сам 2017 год. Ну, не мне вам говорить, что это за год в истории. Ну, тогда каких изменений нам ждать в связи с этим сакральным годом? Есть такая секта вообще, секта надеющихся и ожидающих. Ожидающие, ожидающие это экстремистское крыло секты надеющихся. О, господи! О, господи! Да. И вот надеющиеся это все, в принципе, кого я знаю. А прям вот ожидающие, ожидающие, что-то в 2017 году, это экстремистское крыло надеющихся. Значит, ничего у вас не будет, ни больше денег, ни секса, не будет непонимания в семье. А вот это минус. Ни понимания с родителями и с детьми, ни ухода основных людей от власти. Ничего не будет. Все, как сейчас было, так и продолжится, только хуже, истеричнее. Потом вы будете страшно ждать 2018 год. Вы будете страшно ждать перед Новым годом, что вот 2018 год, там тоже метафора, там расстрел царской семьи, там выборы президента, если вдруг Путин не отменит из-за какого-нибудь чрезвычайного положения, потому что испугается каких-нибудь бандеровцев. Ну, в смысле, народу расскажет, что бандеровская подлодка вошла в Саратов, да? По речке. Ой, какой кошмар. Мне уже страшно. Ну, вот я вижу, вы дрожите. Да. Значит, да. И, ну, неважно, вообще, неважно, что вам скажут. Главное, сохранять, чтобы лохи не реальные действия какие-то совершали, какие в эфире, я не скажу, да, а что-то ждали. Ждали там выборов, ждали, там же, Трампа, Фионова, Франции, снятия или отмены, или усиление санкций. Неважно, что-то ждать нужно. Надеяться и ждать. Смеяться, смеяться, делать карикатуру про Путина, про Медведева, перепачивать в Фейсбуке карикатуру. Или отменят Фейсбук, значит, будут там в одноглазниках. Это не важно, что. А тем временем Васька слушает, да ест, я имею в виду Кремль. Поэтому вы все провалили в 90-е годы. Я об этом написал, маленький был, я к этому не имею отношения. Я написал об этом статью, вот сейчас недавно на «Миллионере», большую, об ошибках 90-х годов. Я об этом давно говорю, просто еще раз сформулировал, еще более четче и жестче. И эта ошибка, к сожалению, стала роковой. Вот теперь рыпаться поздно, понимаете? Поздно до определенной, опять определенной степени обнищания и деградации. Вот я же говорю про прожатываемый минимум. Вот надо ждать, пока опустится. Ну да, ну правильно. Вот сейчас появилось сообщение о том, что Арнольд Шварценеггер едет лечить язву в Саратов. Юр, давайте с бредом без меня. Хорошо. Ладно, тогда без бреда. Давайте перейдем к вашим любимым европейским проблемам. Нет, это мои нелюбимые европейские проблемы. Да, я с вами соглашусь. Я вообще проблему не люблю. Проблемы любят достоеды. Достоеды. Проблемы любят патриоты России. Проблемы, ну псевдо, естественно, патриоты. Проблемы любят делать окружающим леваки в Европе. Левацкие фашисты, которые у власти во многих регионах Европы. Вот я это все терпеть не могу. Тем не менее, я позволю себе задать вам вопрос по поводу последней совершенно дикой новости. Я даже не знаю, как ее комментировать. 14-летний мальчик из семьи выходцев из Ирана готовил и чуть было не совершил теракт. Но вы, Евгений, вы единственный, кто много лет об этом предупреждал. Да, потому что это либо лицемерные шлюхи, которые говорят об этом на кухне, про дикарей и про, в общем, понятно что. А так они себя сливут большими либералами. Но все же прокомментируйте эту новость. Вы знаете о них? Я не хочу комментировать. Я сказал, что с генетикой, с воспитанием, с веками ненависти вы ничего не сделаете. Вы никогда... Посмотрите мой ролик, есть в ютюбе, я рутинно рассказывал про воспитание тараканов. Да, я видел. Ну и все. Ну, ответьте на вопрос просто. Не надо в рамках... Когда страна, большие пространства, поля, просторы, это как-то расслабляет мозг. Хотите... Вот вы себе бы в квартиру взяли семейку из Ирана или Сирии? Вот один вопрос. А дальше давайте работайте либералами. Дальше. Понятно. Ладно. Пойдем дальше. Мне приходит в личку очень много вопросов из Украины и про Украину. Но больше всего вопросов о том, что делаете, что вы посоветуете? Знаете, я много лет... Меня много лет достает то, что происходит в России. И в плане вот этого вульгарного, лицемерного, кликушечного псевдопатриотизма. Там какие-то эмблематика, символика, косоворотки, там что еще. И требования водить хороводы по поводу всего этого. И так случилось, поскольку я за справедливость, за законность, да, а посылать войска официально или неофициально, вернее, неофициально в чужую страну без объявления войны – это незаконно. Значит, посылать там условно снайперов – это незаконно. Подкупать генералов чужих – это незаконно. Хотя, в общем, нормально по практике чего там. И так далее. Когда я был против этой и сейчас против политики Мордора, это не означает, матерное слово пропускаю, не означает, что я хочу играть в такой же бред, который творится у нас с косоворотками и псевдопатриотизмом, но в Украине. Меня задолбали вот эти вечные какие-то потуги и призывы, в том числе в Фейсбуке, френдов, как-то поучаствовать в этом патриотизме на Украине. Я вообще не гражданин Украины, я там никогда не был. Меня страшно это бесит все. Какая-то идиотка пишет, что не называйте эти хохолки хохолками, которые вот эти вот на лысых черепах. Это называется у них чуб. И за этот чуб увозят каких-то померших героев в какой-то рай, какие-то кто-то уносит. Ну вот, мифологически. Причем эта дура пишет, что вы неверующие, вам вы, конечно, этого не понимаете. Так что ж ты, дура, мне пишешь, если ты знаешь, что я в эту ахинею не верю. При этом наверняка она еще и православная, хотя она одновременно верит в мифологию, дальше она верит в православие и так далее, и так далее. Меня достали идиоты с двух сторон. Понимаете? В принципе, да. Не в принципе, а точно. Я выступаю за прогресс, а не за, как сказать, такое мастурбацию на основе выдуманных мифов прошлого. Не просто мифов, а выдуманных даже вещей. Понятно. Мне присылают запросы, подождите, мне присылают запросы в личке, и там везде, ну везде, одинаковые совершенно это там поле с небом, поле с небом, или там и так далее, желтое с синим, желтое с синим. Черт возьми, если вы хотите со мной дружить, я могу дружить только с личностью. У личности должно быть конкретное имя, как конкретный, черт возьми, рожа фотографий. Я физиономист, хочу посмотреть на фотографии. Что вы мне присылаете, все одинаковое. Потому что патриотизм это фигня, а не патриотизм. Что вы конкретно сделали для страны? Что вы конкретно сделали для страны, для ее обороноспособности? Значит, меня бесит все это страшно. Вот сейчас опять они ринулись, как и русские тоже. Ринулись изучать историю, историю выдумывать по великое прошлое. Если было великое прошлое, было великое настоящее. Вот я вам даю ответ такой. По-другому не бывает. Вот в Англии, во Франции, в Германии было, оно и есть. Я вам отвечу, почему они страшно интересуются историей. Потому что интересоваться физикой, химией, биологией намного сложнее. Закричать, что у нас украли историю, вот мы были в 16 веке, в 15-м, в 12-м великими. Это гораздо легче, чем сделать величие в современной экономике и физике. Чем сделать новый коллайдер. Если вы хотите помочь Украине, давайте изобретайте новый тип винтовки. Изобретайте новый тип экономической модели. Что вам нужно? Если вам нужно, чтобы я просто надел какую-нибудь вышиванку и закричал какие-то лозунги. Но это я вам не друг. Это значит просто дурак, который играет на публику. Лицемерит или просто дурак. Не лицемер, а просто дурак от рождения. Я не активист. Я не крикун на площади. Понимаете? Это 100 чертей. Да что делать? Вот то и делать. Надо развиваться научно-европейски. Не надо играть в этнику. Не надо играть в ту же шизофрению, что в России. Да, жестко, но справедливо соглашусь. Просто мне это надоедает каждый день. Что делать? Я вам объясняю, что делать. И после этого мне другие присылают ребятки с Украины, которые знают, как я поддерживаю всяческие свободы, в том числе ЛГБТ, присылают вот опять там кого-то угрозы, кого-то прибили, вернее выставку запретили с мальчиками, значит, однополая любовь. Дети мои, если вы хотите денег, значит, вы делаете вообще курорты для геев. Он ибится, на чем живет. А не хотите, у вас духовность, как в России, если такие вы духовные, значит, платите такие тарифы ЖКХ. Значит, пусть у вас будет коррупционная власть. Да, Евгений, я соглашусь с вами. Есть два варианта. Дальше пропускаем матерное слово. Вот есть вариант Сингапура, но тогда вы должны платить за, значит, брошенный окурок и, значит, чиновника нечистоплотного, бешеные деньги сидеть в тюрьме. На это никогда они не пойдут в Украине. Один вариант. Либо вариант Ибицы. На это тоже не пойдет, потому что у них духовность. Если вы хотите играть в патриотизм и духовность, есть уже такая страна, она называется Россия. Почему вы не хотите жить тогда под Путиным, я не понимаю. Более того, если вы скажете, вот, все, значит, Владимир Владимирович, мы согласны на духовность и православие, он, более того, он же вам еще и денег даст, потому что главное, чтобы, нам же главное, чтобы величие, чтобы было в нашей, в нашем лукошке, в нашей орбите выдуманной геополитики, понимаете? Нам это не выгодно, нам не выгодно, просто так кому-то давать какие-то деньги, там, Кубе, прощать или Африке и так далее. Но мы ради вот этой вот, значит, нездоровой психологической реакции дадим денег, вот будьте в нашем формате. Смысл величия Майдана было в движении к свободе, к Европе, к, так сказать, от всего этого. Какой смысл сейчас возвращаться к тому, что уже было только с деньгами? Я повторяю, вам не друзья, те, кто с вами поют песенки, надевают вышиванки и говорят, что все здорово, и у вас великая история, давайте больше заниматься 15-14 веком, вот там все было вообще, там вы были круче, чем Франция и Древняя Греция и так далее. Вот это дураки и враги ваши, больше, чем Путин. Больше, чем Путин, потому что Путин действует временно и на определенном пространстве, а, значит, эти действуют капитально и над всем вашим мозгом. Жестко, но справедливо. Ладно. Тогда, Евгений, у нас еще много вопросов на сегодня, поэтому давайте постараемся чуть в темпе. Тут есть еще вопрос по вашей еженедельной колонке в журнале «Миллионер». Как научиться так же глубоко смотреть на явления, потому что вы, в отличие от экспертов, раскрываете суть вопроса, но после вас уже бесполезно читать другие работы, и все уже становится ясно. Вот люди хотят научиться. Что вы скажете? Значит, к этому научиться нельзя. Если вы слышали мои интервью, в том числе о нейрофизиологии, вы бы это знали. И, ну что, это называется, простите меня, талант. А дальше можете как угодно кричать. Ой, как это нескромно. Нескромно, но вы же так не можете. Знаете, я вам скажу так. Вот мне рассказывал концертмейстер Баянова Илла Николаевна, великой, замечательной певицы, артистки. Она много лет, как вы знаете или не знаете, если не знаете, это плохо, это интереснее, чем вышиванка, и чем косоворотка, и чем, значит, путинские игры с Навальным. Баянова была в конкурсе, возглавляла жюри романсиады. И вот сидят после конкурса, после прослушивания, Покровская, по-моему, это она там организовывала всю эту, бодягу, концертмейстер. И Баянова обсуждают конкурс. И у Баяновой спрашивает Покровская. Как же, да, Покровская, не важно, как фамилия. Короче говоря, вот девочка пела, девушка. Вроде бы по интонации, по нотам чисто. И правильно выбрала репертуар. И как ни странно, не безвкусное платье. Все нормально. Нормально. Но вот почему совершенно неинтересно слушать, не берет. Почему? И Баянова гениально ответила. Она сказала, а вы знаете, как это называется? Это называется бездарность. Понятно. И вот вы можете, вы можете правильно выбрать тему. Вы можете написать ее хорошим русским языком, так сказать, понимая, что был Тургенев и Набоков, при этом написать ее как положено в формате, очень важное слово, дебильный формат, в формате, допустим, коммерсант. Вот где у меня была рубрика, где я всегда писал в своем стиле, и это бесило рерайтеров. Там были мальчики такие, которые сами писать не умеют, но они рерайтируют, уточняют стилистику. Меня дико всегда завидовали. Один даже стал, по-моему, главным редактором какого-то большого издания, а мне всегда гадил, потому что у меня была рубрика с фотографией, а он там был мальчик как и бебушка. Где-то он встал, где-то, 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 Голубовский, по-моему, фамилия. Ну и вот, и можете написать в стиле аж коммерсанта, хотя коммерсант последние годы, после того, как его продали-перепродали, и выгнали Ковальского, это уже смешно. Можете написать в стиле какой-нибудь там хипстерской медузы или еще чего-нибудь. Вы можете долго изучать факты и сделать такое замечательное расследование с буковками и цифрками, как на РБК. Пока еще окончательно не добили сверху. Но это все равно не будет, как у меня. По той причине, что я сказал. По причине нейрофизиологии. Следующий вопрос. Ну, ладно, хорошо. Но мы вернемся еще к этой теме. Но вот в таком случае мне непонятно. Вот смотрите. Вот людям вам доверяют. Вы ведь суть явления. Вы сами об этом сказали. Но тогда я не понимаю уже. Вот зачем нам сейчас? Вот мы обсуждаем Навального, еще кого-то. Вот почему вы сами не баллотируетесь? Вот вы могли бы спасти Россию. Почему вы это не делаете? О, все. Юра, пардон. Здесь, вы знаете, вы нарушили мое правило. Это вот это сразу до свидания. Не понял. Ну, друзья мои, ну кто так делает? Ну, друзья, я вынужден перед вами извиниться. Но, видимо, спасение России не состоится. С вами был ведущий Юрий Гемельфарб. И нашим гостем в студии был Евгений Понасенков. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok